Встречаюсь сегодня с подругой. Договорились в торговом центре Реаль. Приехала она час раньше. Мужу надо на работу. Он меня привез. Я думаю, что посижу здесь, попью кофе. Сейчас к Ахвадунец я зашла. С Мишей, естественно. Миша всегда со мной. И что, вроде себя хорошо ведет пока. Потом похожу по магазинам. Мы решили в торговом центре, потому что с ребенком, во-первых, если придется там менять или кормить, удобнее все-таки быть в торговом центре. Тут есть комната специальная. А еще стало жарко гулять уже. У нас уже жара. Обещают с завтрашнего дня дождь. Опять жара перед дождем. И решили в торговом центре гулять. Сегодня, правда, плохо спали. Мне так кажется, что Миша в глобальном смысле проснулся в 3 утра сегодня. И с 3 утра он то дремал, то просыпался, то дремал, то просыпался. И я так ощущаю, что вместе с ним так же. Только он сейчас уснет, а я нет. Ну, как-нибудь продержимся вот с чаном. С чаном кофе. И так хорошо в реале. Вы даже не представляете. Дни души. Ну, вот такие, как я, ходят залетные люди. В целом, ну, просто прекрасно. Всегда бы так. Потому что по выходным здесь просто негде упасть яблоком. В Гратис увидела детский гель. Хобби. У нас Миша как ботаник. Ходит с зачесными волосами. Я не знаю, рано ему, не рано такое. Вдруг он в рот возьмет. Потрогает и в рот возьмет. Наверное, рановато еще, да? Ну, так нет. Еще вот деликатная проблема. Да, вот вы с коляской, а вам надо в туалет, например. Для этого есть туалет для инвалидов. Можно въехать с коляской. Вы же не оставите ребенка одного, правильно? Ну, я не оставлю, например. Зашла в детский отдел ГЭП. Вы посмотрите на этих. На этих малышей хороших. Какие они милые. Здесь нет, есть для маленьких. Надо будет еще Вайтиндам за эти. Вайтиндам вообще классный был. Я не знаю, может он испортился, конечно. Ну, в основном, да, спортивные. Но детям удобнее в спортивных. Сейчас тема, как они мягкие. Так, нам нужны шорты. 3-6 месяцев. На самом деле, шорты вот такие, они вообще безразмерные. Их надолго хватает. Книжка. Так, шорты. Я цены-то не вижу. 400 лир шорты. Зашла здесь в такой магазинчик. Энгин. Бижутери называется. Там очень много всего. Очень. Но мало изделий прямо из камней. Мне хочется из бирюзы себе колье какое-нибудь. Вот есть камни. Камни смешанные с, например, с пластмассовыми бусинами. Ну, понятно, что они все синтетические. Ну, вот я смотрела, смотрела, ничего не нашла. Хочется прямо какое-нибудь себе голубое. Вот голубые бусики. Простым языком. Ну, какие милые сережки. Не знаю, готова бы я была бы такой надеть или нет. Но очень милые, кстати. Смотрите, авокадо в Карфуре 8,799. Но единственное, что они жесткие. Ну, их можно дома яблок с яблоками положить, например, рядом в один пакет. Они доспеют. Главное, чтобы они не были черные, гнилые. Сегодня уже другой день. Так получилось, что я снова в реаль. Так получилось. И вот я всегда захожу в Карфур большой, за хлебом, за вкусным. Мы здесь редко прямо закупаемся. Кстати, давайте посмотрим. Нам нужна Миша тарелочка. Ну, вот мне это чисто визуально не очень нравится. Тарелочка для прикорма. Я, конечно, сомневаюсь. Мне на Озон очень понравились тарелочки. Может быть, когда буду на родине, там возьму. А здесь вот так вот. Как-то не очень. Либо цена меня не устраивает. Ну, знаете, 400 лезвую тарелочку за маленькую отдавать. Это сумасшествие, я думаю. Вот 131 я бы отдала, но она мне не нравится. Так, и сегодня мы будем долго гулять здесь. Поэтому я ему сделала гречку с бараниной. У меня с собой пирешка. Он перестал есть вот эти вот пирешки промышленные. Сладкие ест, а не сладкие не ест. Поэтому еще что-то я ему сейчас на перекус должна взять. Возьму персик, например, да? Персик на перекус возьму. И нам нужны салфетки. Влажные салфетки дома забыла. И собственная марка Carrefour. Их подгузники. У нас такие были, когда Миша маленький был. Двоечка была, по-моему. Ну, нормальные, обычные. Ничего особенного. Свою работу выполняют, скажем так. Так, здесь есть пекарня. Смотрите, здесь столько вкусняшек. Ну, я, пожалуй, обойду это со стороны. А с чем это? Маргарин. Маргариновые круассаны. Отлично. Вот хлеб мой любимый. Мы его просим порезать. 32 лиры. Экщемайалы. А этот у нас... Какой? Раньше была акция. Один берешь, второй бесплатно. А этот ахильный. Ну, вот я сейчас вот это возьму. Прошу его порезать. Так хочется всего накупить. Но я... Я нет. Я держусь, да? Мы держимся с тобой. За салфетки белым мылом пахнут. Так, мне в последнее время стал очень нравиться магазин де-факто. Вот как-то раньше я на него внимания не обращала. Зара нас покинула в реале. А вот смотрите, де-факто есть лен. Ну, может быть, модель, конечно... Не всем понравится такая модель, да? Такое платье-рубашка. Мне 100% лен. 800 лир, 799. И такой есть темно-коричневый цвет. Но в сильную жару в нем... Жирковато, наверное. Еще мне понравился вот такой костюм. Мне просто некуда входить в пиджаках, да? Вот, ну, сам образ мне очень нравится. Это лен или нет? Вот это я не знаю, лен или нет. Ну, хлопок точно. Так, в эпикел мы переместились. Здесь такие красивые вещи. Мне очень понравилось платье. Смотрите, какие детали. Очень женственные. Очень женственные. Она, правда, тяжелая. Но в отпуск супер. Очень красиво. Еще очень понравился топ. Кто вяжет девушки? Ну, здесь такая тонкая нитка. Цену? Цену я вам не подскажу. Не подскажу. Всего лишь 1200 треских лиртов. Платье. Платье. Цена платья. 5999. 6 тысяч треских лир. 100% хлопок. Так что мне еще понравилось. Джинсы. Так, Миша спит. Вот этот костюм тоже понравился, но... Такой бронзовый. Но он жесткий. Неприятно. Неприятно носить. Будь тяжелый и жесткий он. И вот это мне понравилось. Этот комплект. Топ. С интересным подкладом. И юбка. Сейчас. Цена у нас сколько? 1500 топ. И юбка. 2600. Я вот думаю, если уж покупать, то купить что-то вот действительно красивое. То, что нравится. И качественное. Beautiful. Very beautiful. О, как это стильно. Вы заметили, да? Меня тянет на бабушкины квадраты. Цвет как тебе? Сейчас я сомневаюсь насчет цвета. Цвет такой. Очень красивый магазин. Почему я мимо ходила всегда? Я мимо Адиль Ишик всегда ходила. Потому что мне казалось, что такие модели, знаете, они больше праздничные. Что их так в повседневной жизни не поносишь. Очень красиво. Это, наверное, слишком, да? Ну, у нас вот о тюрк-парке вот до сих пор такая картина. Я не знаю, как это прокомментировать. Не знаю, что сказать. А землетрясение было 6 февраля. Это те, кто остались без дома. Я очень сомневаюсь, что это те. Либо просто те, кто боится до сих пор идти домой. Ну, это тоже странно. Либо это просто любители кемпинга. Вы, конечно, на меня не ругаетесь, что я ерничаю. Но правда. Для тех, у кого нет дома, есть специально отведенные места. Не знаю. Вообще в Турции очень популярен кемпинг. Люди очень любят. Тем более, что сейчас погода располагает, в принципе. Так, у нас воскресенье, воскресная прогулка. Ну, хочу сообщить радостную новость. Пожалуй, одна радостная новость за последние полгода. Это то, что Аэрофлот начинает прямые рейсы и заданы в Москву. Так, с 8 июня начнутся рейсы. Вы знаете, это просто историческое событие. Ну, скажите, что тут такого, да, на самом деле. Два самолета – это достаточно утомительно. Я всегда летала либо Анкара-Москва, либо Стамбул-Москва. Пару раз у меня была Анталия-Москва. Во-первых, очень удлиняется путешествие. Весь день ты в пути. Стыковку делала мне авиакомпания, как правило. Но сейчас такое время, что самой приходится делать стыковку. Когда сама ты должна забирать багаж. Потом, как красиво. Это мое любимое место в Катюр-парке. Ветер, кстати. Прежде цена вырастает. Получается дорогое путешествие. А сейчас она еще дороже. Катюрсы любят умиляться маленьким деткам. Особенно пожилые люди, я заметила. Если раньше никто не знал, где находится Адана, то сейчас все знают, что Адана – это город в Турции. Достаточно большой город и важный. Поэтому это историческое событие. Раньше мне говорили, куда ты там переезжаешь? Куда ты там переезжаешь? А, в Адану. Понятно. Там у тебя муштурок, да? Я с НАТО уверена. Сейчас совсем другие времена. Да, у нас, кстати, сегодня было снова землетрясение около 5 баллов в районе Хатай. Я даже его немножечко запечатлела. Но самой тряски я не чувствовала. Именно тряски. Когда занимаешься делами домашними, сложно почувствовать ее. Но пришло опять уведомление. За 30 секунд был отчет. Я услышала сирену. И посмотрела на люстру. Она слегка-слегка покачивалась. У нас еще дома сквозняк. Мы открыли окна. Можно было на это списать. Если бы не уведомление, я бы об этом даже и не знала. Никто никуда не спускался. Дверями не хлопал. Лифт не ездил бесконечно. Вот так вот. Автошоки, которые продолжаются уже сколько. Будет год продолжаться, как минимум. Я сегодня надела платье, в котором Миша и ходила беременная. Почему я ношу такие платья? Не знаю, привычка, наверное. У меня грудная клетка еще расширилась. И многие платья мне именно в грудной клетке почему-то малой стали. Не знаю, это изменится как-нибудь или не изменится. Очень тяжелая погода какая-то вроде. Солнце светит. Вообще классная погода на самом деле. Ветерок прохладный, солнышко. Все вместе. Но как будто вот давление на голову. Знаете, вот собирается пойти дождь. Он вчера собирался, сегодня вот собирается. У нас бывает, что прогноз меняется в течение часа. Вроде обещали дождь, но его нет. Вот он где-то идет, но не у нас. И поэтому голова побаливает. Раньше мы часто гуляли в стороне от Ругута-зал. Кино на время. В той стороне мы ездили гулять. А то сейчас, поскольку там много очень разрушенных домов. Домов с большими повреждениями. Многие места там закрылись, многие рестораны. И люди теперь больше предпочитают гулять в других местах. Вот он, тутовник, видите? Они зимой без листьев, эти деревья. Ну, в момент, буквально там за пару недель они обрастают листьями. Миша сел на машину. Ты поехал, да? Слушай, куляш. Смотрю на кроксы. Пыталась я себе покупать что-то а-ля кроксы. Вы знаете, я поняла, что мне в них неудобно. Вообще, эта обувь хорошо идет врачам, подработникам учреждений. Потому что они моются, они дышат, и они фиксируют ногу, в отличие, например, от шлепок. Ну, вот у меня не сложилось. А на детях мне нравится, как смотрится. Хотя детям эта обувь тоже противопоказана. Такой милый магазинчик. Смотрю колье всякие украшения. Украшения увидела тапок с глазами, с турецкими глазами от сглаза. Не знаю, мне нравится вот этот больше, который справа. Но вообще так своеобразно. Очень. Украшений много не бывает. Со мной согласна или нет? Люблю серебро, люблю золото. Все, люблю. Люблю плотину. Снова мы гуляем по милым турецким улочкам. Все смотря на детскую обувь, облизываюсь. Такие они хорошенькие, все милые, ботиночки маленькие. Как сказала мне турчанка одна говорит, надень то же самое на ногу 46 размера. Таким милым уже казаться не будет. Согласна. Открыли здесь бутик Matt. Вон он впереди. Matt Parfum. Я сидела на тренд-юм, увидела их. И у них есть какой-то хит продаж. Я не знаю, какой это муадиль, подо что и кем вдохновлен. Так и не написал никто. Может быть, это самостоятельная, самостоятельный аромат. Вот я хочу сейчас зайти и послушать. Просто интересно. Просто интересно, что это. Вот он. Я, наверное, внутри там уже не буду снимать. Но реакцию вам расскажу и покажу. Короче, это был Задико Вольтер и Сисьхер. Он у меня есть. Вот он у них хит продаж. И он, правда, у них очень удачный. Прям вот совпадение 99. И второй хит продаж Ля Вея Бель. Тоже хороший. Хороший очень вариант. Но у меня есть оригинал. Купольный сто лет назад. Пользовалась я им, мне кажется, раза раз 7, наверное, 10 от сил. Купольный сто лет назад. Музыка. Музыка. Музыка.